Девять талантливых, творческих и при этом эрудированных молодых людей стали главными гостями встречи, инициированные Александром Рогачуком. Традиция собирать в одном зале ребят, набравших результат в 100 баллов, зародилась лишь в прошлом году. Однако прогресс очевиден. В 2021-м количество тех, кто продемонстрировал свои знания на «отлично», увеличилось вдвое. Такой результат не может не радовать. Я думаю, что мы не ошиблись, когда решили в традиционные форматы городских наших встреч вести встречу со стабальниками. Как бы то ни было, 100 баллов по тестированию – это результат, это редкий результат. И всегда интересно посмотреть в глаза этим замечательным детям и узнать их мотивацию, как дальше они хотят строить свою жизнь. В этот раз в числе награжденных превалируют представительницы прекрасной половины – 8 девушек и 1 юноша. Список предметов, где каждый из этих молодых людей смог отличиться, достаточно обширен. Немецкий и английский языки – биология, физика, химия, обществоведение. К слову, у многих из них результаты по другим предметам также не меньше 90 баллов. В диалоге председатель Брестского горосполкома не раз интересовался у ребят секретом их успеха, который, как бы банально ни звучало, кроется в постоянной работе и искренней увлеченности выбранными предметами. Если честно, я не ожидала, что будет именно 100 баллов. Я, конечно, знала, что будет высокий результат, потому что я ежегодно участвовала в Олимпиадах по немецкому языку. И я надеялась на высокий балл, так что 100 баллов – это если бы было меньше, если честно, я бы даже расстроилась. Ежедневные занятия с моей учительницей. Она каждый день говорила мне, что именно, где лучше повторить. Я ее слушала и, собственно, благодаря этому, скорее всего, и был такой результат. Я начала готовиться еще в сентябре прошлого года, старалась ходить на все репетиционные тестирования. И самое главное, перед днем зачиспризованного тестирования я прочитала все учебные пособия, которые были предложены к изучению данного предмета. Я нигде не сомневалась, нигде даже ничего не проверяла, потому что была абсолютно уверена во всех своих ответах. Я вообще вижу себя в профессии юрист, потому что мне очень нравится изучать право, одновременно мне нравится изучать экономику и, конечно, духовную сферу, так как сам предмет общества есть, не делится на несколько сфер. Ну и, конечно же, я благодарна моему учителю, Кравчук Стане Леонтьевне, которая предоставила мне такие глубокие знания по данному предмету. Общение Александра Рогачука с молодежью вышло за рамки официоза. Получилось открытым и очень интересным. Ребята делились своими планами на жизнь, мечтами о поступлении и будущем. Градоначальник, в свою очередь, рассказал о перспективах развития областного центра. Ребята устремлены на новые достижения и четко, прекрасно понимают, что тестирование – это не цель, это средство достижения цели. Я очень хотел бы, чтобы те цели, которые они ставят с точки зрения своей новой профессии, соответствовали целям развития нашего города, чтобы их знания, полученные в республиканских учебных заведениях, в российских учебных заведениях, потом работали во благо нашего города. В этом наша цель. Ну и пользуясь случаем, хочу поблагодарить родителей этих детей, педагогов этих детей, всех, кто причастен к такому высокому результату и сказать, что наша молодежь брестская, талантливая, мудрая, непогода, и, что очень важно, и отечественное отношение к своему городу. Кстати, в эти дни продолжается выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования. Только в Бресте было выдано более 17,5 тысяч пропусков. Теперь забрать свои результаты можно в двух вузах областного центра, там же, где и было пройдено тестирование. Централизовано более 30 тысяч 100 пропусков, то есть, соответственно, человека тестов. И из этого числа, как говорится, вернее, к этому числу еще добавляется полторы тысячи не явившихся, как говорится, ребят, которые по каким-либо причинам, ну, соответственно, не пришли. В этом году у нас всего лишь два человека было удаленных, то есть один был удален за использование мобильного телефона и, соответственно, один человек по медицинским показаниям. Кстати, для того, чтобы получить сертификат в 2021-м, необходимо при себе иметь аттестат об образовании. Напомним, полученные результаты действительны для предъявления в течение двух лет. Продолжение следует...